Привет всем! Мы в Купе. Купе это проект МПГУ. Программа «Хорошо, что вы пришли». Я ее ведущий, актер, режиссер, сценарист Сергей Зарков. Наш поезд отправляется в путь. Сегодня у меня в Купе начальник управления воспитательной работы и молодежной политики МПГУ Арсен Кайгермазов. Приветствую, Арсен. Хорошо, что вы пришли. Спасибо, и я тоже рад. Первый вопрос. Ты родился и вырос в Нальчике, в Кабардино-Балкарии. Там уважению к старшим учат с пеленок. Есть ли, по твоему мнению, какая-то универсальная модель воспитания детей? Камрад, вы задаете такие глобальные вопросы. Я думаю, сколько в мире родителей, столько этих универсальных моделей. И для каждого родителя его ребенок особенный. Никогда таких не было, но это, наверное, и, в принципе, хорошо. Универсальная модель какая? Я, будучи не родителем, но чуть-чуть педагогом, могу, наверное, немного поумничать на тему, что мне кажется, все-таки, если выводить какой-то стражневой, такой коренной смысл, то все очень просто. Не важно, что ты говоришь ребенку, важно, что ты делаешь. До определенного возраста он будет с тебя считывать твое поведение, твое отношение к окружающим и питаться этим. Ты можешь ему рассказать все, что угодно, но если ты сам никак это не демонстрируешь поведением, если ты никак это не показываешь, то это будет бесполезно. Ну вот скажи, пожалуйста, возможно такое на Кавказе, где-то в транспорте, пожилой человек стоит, молодой сидит? Слава Богу, конечно, все-таки, я надеюсь, еще много-много лет и много веков это будет оставаться, что есть и старший. Но все мы люди, кто-то хочет халявить, кто-то устал, кто-то, но в целом это абсолютно нормальная история. Это, как сейчас модно говорить, замкнутая экосистема. Если до ребенка в детстве донесли, что как он сейчас относится к старшим, так к нему будут относиться в старости, то это у него тогда все органично, как бы он встает. Ну и, как правило, добро это такая вещь, я сегодня, наверное, буду говорить много таких прописных вещей. Как правило, если встает ребенок, ему всегда находят место, всегда можно где-то потесниться, всегда можно где-то. Я сам помню студентам, и знаешь, это ощущение, когда газелисты, чтобы им спокойно было в таком виде. И вот когда они набивают в эту маршрутку, ладно, в автобусе он большой, ты можешь как-то встать, ты можешь как-то... А вот это несчастная газель, рассчитанная, да, там на 13 человек, а когда вас уже едет в ней 20, и она еще останавливается, и заходит пожилая женщина, явно уже даже небольшая, классового возраста, и ты понимаешь, что вот это в голове, у тебя сейчас встать, кого-то распихать. А учитывая, допустим, мои габариты, это я понимаю, что сидя я занимаю гораздо меньше места, чем больше. Но куда деваться-то, как бы, эта история, когда в первую очередь это должно быть перед собой, извините меня заранее за тавтологию, стыдно говорить, стыдно, да, как бы вот сейчас слово стыд, это какое-то такое архаичное. А должно быть стыдно по-хорошему, не то, что ты там подлец, негодяй и все, но просто, ну неужели во мне нету столько сил, чтобы встать и доехать эти 20 минут и уступить место этой женщине. Все бывает, но все-таки держимся все как-то. И не только на Кавказе, я, кстати, с радостью вижу в Москве, что часто довольно ребята встают. Я иногда езжу в общественном транспорте. Ну да, все начинается с семьи. Если в семье закладываются какие-то такие фундаментальные основы. Семья, книга, окружение. Я вот со своими сотрудниками, они у меня все молодые, практически все студенты, я их очень сильно ругаю, могу себе позволить на правах старшего, ячейка в два раза больше весящего, что они очень мало читают. Потому что вот мы с ними, у нас это постоянные баталии. Я был в гостях у анимешников, у нас есть клуб аниме, и мы с ними как раз спорили о том, что аниме это классно, и любая изобразительная история это хорошо. Но ни один изобразительный ряд не будет лучше, чем та фантазия, которую я себе представил в голове, читая книгу. Потому что с мощью мозга, отточенного книжным мастерством и мастерством писателя, написавшим, ну не сравнится ничего. Я пытаюсь им это донести, что читайте, читайте. Когда они мне рассказывают, что у них были преподаватели, которые разрешали им сдавать экзамены в 11 классе по дистаматии, ну то есть по сокращенной истории, я, например, им говорю, что вас просто обворовали, вот это лично моя позиция, что вас просто украли огромный мир, в котором мы могли купаться, развиваться и готовиться к жизни. Вот сейчас еще есть вторая опасность, как бы я вот общаюсь с молодежью, нельзя сказать, что они не читают совсем, но они читают всякую гадость. Вообще это старая история, я в свое время это спорили мы и на форумах молодежные, я объясняю, что к книгам надо относиться еще строже, чем к еде. Потому что ты прочитал, но остается вот эта вот огромная волна депрессии, которая в этих книгах, ну просто почитай последний тренд. Там, как правило, в 70% это либо лже-психологи, либо это какие-то истории. Мы говорим о литературе, конечно, о настоящей литературе, о классике. Или вот это, недавно я очень сильно ругался, говорю, я не люблю русскую классику. Я говорю, окей, а что ты читал из русской классики? Ну, я вот, я говорю, как так ты можешь, ты имеешь право ее не любить абсолютно, но для этого тебе надо ее прочитать, а то получается, знаете, я по-прому, Тарнака не читал, но против, да, но против. И это такие стоят у них, ну, это распространенная история, и стоит такой, знаешь, вот прям, как бы это правильно ставить, четкий такой заслон, то есть вот ты пытаешься достучаться, и ты говоришь человеку, как бы, ну, почитай хорошо для начала. Я, например, вот сейчас вы меня побьете, наверняка, я не люблю, допустим, войну и мир. Может быть, я до нее не созрел, может быть, я очень долго, но я ее прочитал, я ее прочитал от и до, все, как бы, прочитал, состав свое мнение, там есть, как бы, наверняка, в чем можно поспорить, и я долгое время не понимал то слово, пока не прочитал Хаджи Мурата. Вот Хаджи Мурат мне зашел прям на ура, и он действительно, вот, пробил по всем болевым точкам, да, как бы, ну, я говорю, к чему, я ее прочитал, я хотя бы могу о чем-то говорить, я могу, а когда ты разгадешь человеку, у них стоит такой мощный заслон, русская классика, это плохо, или, знаешь, советское кино, это плохо. Вот я иногда себя чувствую таким, знаешь, в астинском языке есть такое хорошее слово, ордобонец, это такой человек на старых традициях, такой, знаешь, вот такой, немножко гротесный, да, ортодоксальный, да, да, вот такой, немного гротесной форме, я говорю, окей, но вы же не смотрели, да, как бы, ну, как ты можешь мне говорить плохо в советском кино, или хорошо, если ты не читал, не смотрел. Расскажи о своих первых учителях, наставниках. Я не сильно любил школу, скажу тебе честно. Я тоже. Я по натуре человек ленивый, но творческий, есть преподаватели, которые оставили сильный вклад. Вот я вчера вспоминал... Я ее экстерном заканчивал в школу. Коллега, я вас... Я больше тебе скажу, я пошел в шесть лет. У меня не было четвертого класса, потому что я учился поэкспериментальной, мы пришли с третьего в пятый. Я экстерном ее закончил. Поэтому получилось, что я школу закончил в пятнадцать лет, и сразу поступил в университет. И огромный привет Шартановой Риккинашковне. Это мой класс рук. И я спустя много лет понял, как мне повезло. Класс мой был непростой. У нас пятый класс прошел под эгидой войны. За независимость у нас была другая класс ручка, и мы с ней били себя насмерть. Это как бы акции неповиновения мы устраивали. Республика Шкид такая, да? Фух, да. Воспитание не давало нам разойтись, а так-то мы как могли сопротивлялись. И потом мы попали к Крите нашей. Я ее на всю жизнь запомнил. Она преподавала историю. И я на всю жизнь запомнил, вот честно, абсолютно не придумывая. У нас первый урок с ней начался с того, что она пришла к нам, ну, она представилась, она сказала, что вот у нас теперь она наш класс рук, что вот это наш класс. И она сказала, знаешь, какие слова? Она сказала, дети, я буду преподавать вам историю. Я буду преподавать вам историю, это наука, которой нет. И мы так зависли, да, как бы нальчинские нормальные дети, думаем, что же. Она говорит, объясню почему. Потому что есть науки точные. Есть химия, есть физика, там, математика, там, все точно там посчитано, можно пощупать, взвесить, там, электричество запустить, да, там, формулу рассчитать. А история, это гуманитарная наука, но очень важная. В истории мы можем знать с вами точно только что, только сам факт некого события. Ну, условно говоря, вот стояла здесь башня, все, вот археология нам нашла ее, она нам может сказать, сколько она простояла относительно. Но почему она стояла, зачем она стояла, зачем ее разрушили, или наоборот не разрушили. Это мы с вами можем только интерпретировать. И, как правило, сколько людей, столько мнений. Это я тебе почти дословно цитирую. И она сказала, что вот я вам буду преподавать так. Вот есть официальная история. И заметь, сейчас под словом официальная история подразумевается что-то плохое. Нет, она сказала, есть официальная история. Это что значит? Это большинство ученых, вот в данный конкретный отрезок времени, они считают вот так. Это их мнение. Я буду вам рассказывать официальное мнение, я вам буду рассказывать свое мнение, и я буду требовать от вас, чтобы у вас было свое мнение. И спустя много лет, даже, наверное, после того, как я закончил вуз, и когда я уже вплотную начал заниматься медийкой, там какой-то историей идеологической, я понял, что это, наверное, был первый в моей жизни структурированный урок критического мышления. Поэтому мне безумно повезло. У нас было много хороших училий, у нас была хорошая школа, она была интересная, но институтское время, оно было, конечно, гораздо ярче, причем мне было как-то, я сейчас понимаю, что было, наверное, чуть тяжелее, потому что мне было 15 лет, я попал вот в 15 лет в группу, где самому младшему было 19, а это такой большой разница, остальные там ребята были и по 20 лет, и по 22 года, но... Я вообще знаю, что ты был чуть ли не вундеркиндом, и сколько у тебя вообще специальностей, я там знаю, что... Несколько, да, их? И когда ты понял, что педагогика твоя? Я начал, наверное, читать, но эта заслуга абсолютно не моя, моя старшая сестра, дай бог и здоровья, Анжелика Скеттана, передаю вам большой привет, она надо мной ставила эксперименты и опыты, поскольку ей было скучно. Я читать начал 2 года 2 месяца, то есть по карточкам, ну, в 3 года в садике меня предприимчивая преподавательница оставляла вместо себя, давала книгу, и я там что-то шпарил остальным детям. И с тех пор книга, это мое... Ну, вот я читал постоянно, я читаю с телефона, как бы я... Это мое нормальное состояние, я очень люблю читать, и эти книги в моей жизни научили меня многому, как мне кажется. А специальностей сколько? Ну, у меня базовая юриспруденция, есть недобитый журфак международка, то есть как бы ростовский журфак, это песня, песни Ростов, папу я очень люблю, если кто-то из Ростова передаю огроменный салам, это Ростов, это город-песня для меня. И магистратура психологии, как бы, тоже она была у меня в Ростове недобита, сейчас перешел, добиваю здесь, но пришлось уехать, к сожалению, по семейным причинам, прям выходил уже на защиту, ну и плюс куча, куча, куча спец, то есть это и школа BBC у меня за спиной, там проект был такой интересный, и вразийский, ну и много-много, я коуч, я преподающий тренер, это там куча всяких разных сертификатов, и мгушных, ну разных. Мне знаешь, в чем повезло, мне кажется, меня вовремя научили тому, как это вкусно учиться у людей. Вот я всегда всем младшим и старшим, и всем, я говорю, всегда учитесь у людей, потому что у каждого человека можно научиться чему-то, в крайнем случае можно научиться тому, как не надо это делать. Вот если уж совсем ты не можешь как бы избежать опыта общения с человеком, тогда запоминаешь, что тебя в нем больше всего раздражает, и старайся сам никогда так не делать. Это очень мудро. Это такая история. Мы вернемся к образовательной теме чуть дальше, а сейчас я хочу, чтобы мы с тобой сымпровизировали. Скажем, я читаю русское стихотворение, ну скажем, Есенин, или пою какую-нибудь старинную русскую песню, а ты поешь национальную свою, или читаешь стихотворение. Без проблем. Давай. Кто начнет первый? Кто? Я? Давай. Давай. Я иду долиной, на затылке кепи, в лайковой перчатке смуглая рука, далеко сияют розовые степи, широко синеет тихая река. Я беспечный парень, ничего не надо, только б слушать песни, сердцем подпевать, только б струилась легкая прохлада, только б не сгибалась, молодая стать, выйду за долину, выйду под откосы. Сколько там нарядных мужиков и баб, что-то шепчут грабли, что-то свищут косы. Эй, поэт, послушай, слаб ты или не слаб, на земле милее, полно плавать в небо, как ты любишь долы, так бы труд любил, ты ли деревенским, ты ли крестьянским не был, размахнись косою, покажи свой пыл, ах, перо не грабли, ах, коса не ручка, но косой выводят строчки хоть куда, под весенним солнцем, под весенней тучкой, их считают люди всякие года, к черту я снимаю свой костюм английской, что же, дайте косу, я вам покажу, я ли вам не свойской, я ли вам не близкой, памятью деревни, я ли не дорожу, ни почем мне ямы, ни почем мне кочки, хорошо косою в утренний туман выводить под долом травяные строчки, чтобы их читали лошадь и баран, в этих строчках песня, в этих строчках слово, потому и рад я в думах ни о ком, что читать их может, каждая корова, отдавая плату теплым молоком. Это Есенин, одно из его последних стихотворений. Ну, я могу только спрятаться за широкую спину своего земляка, был такой великолепный поэт Крисеншуваевич Кулиев, человек, за который я могу разговаривать часами, человек, который два раза отказывался от брони, один раз на фронте, когда его пытались как друг Пастернака, друг многих, Тенгиза Айтматова, Индиры Ганди, то есть, ну, это реально был такой человек глыбок. Человек, любивший жизнь, потому что знавший эмоции, ну, как и все его поколение фронтовиков, я, наверное, постараюсь короткое лирическое стихотворение прочитать. «Слова любви, они стары, как звезды, а может быть, еще старее звезд, но я шепчу их, будто нынче создал и первый раз невнятно произнес, пускай и не появился голос, когда звучали те слова, что и сейчас звучат, они свежи, как свеж зеленый колос, что первый раз родился сто тысяч лет назад». Прекрасно. «Его Перу принадлежит» песня, которую ты прекрасно знаешь. «Женщина, которая поет». В оригинале стихотворение звучало как «Женщина, которую люблю», но когда Алла Борисовна забирала ее к себе, чуть-чуть переделали, чтобы под нее было. Вот так вот. Надо рассказать об открывшемся год назад молодежном центре МПГУ, какие направления в нем, что делаете. Это очень радостная история, я скажу, что, по-моему, даже года у нас нету, мы еще именно как переехали, как-то управление работало давно, но теперь у нас есть наконец-то своя какая-то территория, клачок земли, знаешь, как малая земля, мы за нее держимся. У нас появилось хотя бы место, где сидят сами ребята, сотрудники. У нас сейчас восемь человек, не считая меня и двух замов, и эти все восемь ребята – это студенты, это молодые ребята с горячими глазами. Мне с ними непросто, но потенциал в них большой, и, в принципе, я считаю, что историю должны творить те, кто горит. И эти ребята кайфуются, что делать уж, простите мне, такое кайфуют, как сказали бы наши друзья турки. И это очень хорошо. У нас теперь появилась своя комната для творческой истории. У нас великолепный арт-центр. Это ребята, которые, девчата, которым от меня часто достается, ну, в принципе, всем остальным, да, но они знают, что любят. И они молодцы, они растут, они очень креативные, они очень творческие. И, наконец-то, у них появилась своя территория, где они могут сесть и кубатурить какие-то проекты. У нас появился зал танцевальный, мы его добили. То есть, это небольшой, но очень уютный зал, где зеркала, где можно петь, где можно танцевать. Все, зеркала поставили, все в порядок привели, мы готовы, колонки там уже стоят. У нас появилась комната для добровольческого центра и киберспорта. У нас замечательная киберкоманда. И мы должны уже понимать, что киберспорт, равно, например, какие-то аниме, о которых я уже говорил, это уже не субкультуры. Это уже огромные пласты культуры. Да-да, становятся части культуры. Да, они уже стали. Я тебе больше скажу, они уже плотно вошли в культуру и это уже, об этом, наверное, мы еще сегодня поговорим. У меня киберспортсмены, молодцы, ребята. Во-первых, они разрушители мифов. Знаешь, когда мы провели внутренний первый чемпионат, я пришел их награждать, там вышла команда ПКС, где самый маленький был с меня габаритами. Я говорю, вы кто, демоны? Они говорят, мы команда по Контер-Страйку. Я говорю, ты себя видел? Он говорит, ну я еще в сборной по баскетболу. Я говорю, окей. То есть, вместо этой картинки, знаешь, когда сидят там в таких очках какие-то, там такие молодые, красивые ребята, бодрые, интересные. И это очень прикольно, это очень хорошо. 80 тысяч просмотров они сделали за прошлые полгода на своих стримах. А что важно, на этих стримах стоит наш логотип. И это ребята, школьники, которые смотрят большого количества, это очень серьезная история по привлечению абитуриентов к нам в ВУЗ. Потому что при прочих равных для многих ребят очень важно, что они сюда придут и увидят, что их могут подхватить и в том числе в таких новаторских историях, да, как бы кроме классических, военно-патриотических, там добровольчества. Тут история, которую они видят, что... Можно вообще поинтересово найти все, что тебе, что душе... Аниме-клуб у нас сейчас хорошо развивается, опять-таки, это уже культура. Мы с тобой можем говорить о том, что вот ребята меня просвещают, но оказывается, я смотрел аниме. Я очень люблю фэнтези литературно и вот от этого иногда смотрю. Но я думаю, Хайдзаки, ты тоже знаешь, это унесенные призраками. Японское что-то, да? Расскажи еще, помимо аниме, что там? Добровольческий центр, это наша опора, это наша гвардия, ребята, у них тоже наконец-то появилось свое место, где они могут прийти и проводить тренинги, сидеть, заниматься каким-то... То есть это все... Понимаешь, у нас всего три, как бы сейчас, наверное, мне поругают, у нас всего три кабинета для вузов, которым 30 тысяч, это немного, но мы бьемся. У нас прекрасные педотряды. У меня в педотрядах 140 человек и у нас в этом году подали заявку 190. То есть мои педотряды, ну так Гордов сказал, мои ребята молодцы, они второй год лучший по Москве, именно как педотряды. Я считаю, что это достойно. Достижение. То есть мы готовы к принятию всех историй. Огромное спасибо руководству и все меня знают. Я очень вредный человек, я никогда не лечу, могу себе это позволить. Но огромное спасибо руководству за то, что оно идет навстречу. В принципе, у нас сейчас очень хорошая техника пришла. Мы работаем... То есть средства производства есть? Все есть. Это самое главное. Сейчас у нас в планах следующая наша история, которая вот на этот год, я себе, развитие того, что уже есть, да, как бы, и вот в этом году я себе и ребятам поставил главную целью, это создание продакшена. Молодежного, зубастого, активного, яркого, интересного продакшена. Потому что нам надо выходить в медийную историю. У нас вот эта история с медийкой, она должна быть интересной, короткой, молодежной. И мы сейчас запустили, что тоже очень важно, молодежный проектный центр. Суть которого в том, что любой человек, ну, любой студент вуза, и не только студент, и сотрудник, может прийти и сказать, у меня есть идея. И мы ему эту идею поможем провести от идеи как таковой до конечного проекта найти под это средства в виде грантов, в виде каких-то договоренностей, в виде каких-то других ресурсов с историей. И более того, помочь ему реализовать. Это замечательно. Это реализовать себя, реализовать проект, это дело коллективное. И в будущем это, конечно, поможет и трудоустроить. То есть это уже закончились специалисты, выпускаются специалисты. Замечательно. Ну и мы желаем только самого большого успеха. Спасибо большое. Я надеюсь, что вы будете как раз за нами присматривать медийно. Не испит ли нам чайку? Я только за. Я вообще очень люблю поезда, ты знаешь, что вот прям угадал. У меня детство прошло в хорошем смысле в поездах. Отец был строитель, и он по контракту ездил в Монголию. Так что у меня часть детства прошло в Монголию, и это я кайфую. Здравствуйте. Здравствуйте. Здравствуйте, София. А вот этих печенек нету таких вот? Нет, есть сушки у нас. София, присаживайтесь с нами в купе. Спасибо. Здравствуйте. Рубрика «Вопросы от студентов МПГУ». Наша проводница, студентка философского отделения университета, ей задавать вопросы нашему сегодняшнему гостю Арсену Гегерману. Вот это поворот, я бы сказал. Об этом меня не предупреждали. Екатерина Дымкова спрашивает, не скучаете ли вы по природе Кабардино-Балкарии, по родным местам? Регулярно, скажите, Екатерине Дымкова, без лишней патетики, скажу, что родина есть родина. Чем больше взрослею, тем больше я вспоминаю слова отца, которого уже нет, и понимаю, что иду по тем же стопам. Потому что я мелким с ним приезжал в село, и не понимаю, ну село, село, да, прикольно, хорошо в горы. А сейчас я приезжаю в родовое село, и в принципе-то меня городского мало что напрямую связывает. Ну это такая история, ты поднимаешься в горы и понимаешь, что вот оно твоя. Твоя территория, твоя земля. Ты просто выдыхаешь. Очень скучаю по друзьям. Слава Богу, слава Всевышнему. У меня в каждой республике Кавказа есть друзья, которым я могу заехать так, как должно быть, как мне кажется. Я могу приехать в город без длительных предупреждений, без там созвонков. Позвольте сказать, эй, я в городе. Что, ты кушать, идешь или нет? И он найдет, при том, что все они заняты, и дядьки, все они заняты люди. Но вот эта история, по ней, конечно, скучаю. И каждый раз, когда приезжаю домой, вот даже просто общение, какие-то там истории, они очень сильно заряжают. И мне кажется, это очень важно. Это вот та история, которую у нас пытаются отнять, когда нам рассказывают, что род это не важно, что семья это не важно, это полная чушь и полная нелепица. Все самые богатые семьи мира. Что-то я не заметил у них космополитизма, очень четко ведутся в родословную. Поэтому, когда ты понимаешь, что у тебя есть такая спина, как горы родные, а это могут быть степи, там человек, откуда приехал, там, где его предки век за веком жили, выживали, боролись. Ну, как по этому можно не скучать? Следующий вопрос от Владимира Михайлова. Он заметил, что к вам тянутся студенты, уважают, понимают, любят. Есть ли в этом какой-то секрет? Мне кажется, секрет очень простой. Будь честен, даже если это не всем нравится, но будь честен, а, б, верь в то, что ты делаешь. Если не веришь в это, то не надо это делать. Если ты веришь в то, что делаешь, и ты честен, то все становится на свои места. Тем, кому с тобой по дороге, они с тобой идут. Те, которые не по дороге, по крайней мере, не мешают, ну, или... Не зайдут в это купе. Ну, да, интеллигентно, скажем, да. Традиционный вопрос от студентов киношколы МПГУ. Ваш любимый фильм? Тяжелее этого вопроса только ваша любимая книга. Ну, с книгой, как верующему человеку, мне как бы проще. Ну, я погрешу, если скажу, что любимая, но главная книга Коран, а есть ли фильмы, то я, наверное, смогу сказать любимого режиссера. Давай. Потому что, ну, как фильмы выделить? Вот, да, есть фильмы, которые ты смотришь, там, допустим, вот, ну, был такой абсолютно никем не замеченный фильм, иностранный, называется «Пуля». Там играет Микки Рур, к которому я очень хорошо отношусь. Это отличный фильм. Сейчас он для меня, да, я понимаю, что он такой полный романтизма улиц для подростков, но когда-то мне казался это серьезным смыслом. Безусловно, я вырос на советской классике и этим горжусь, начиная от того, что знают все, там, в бой идут они старики. Я, например, очень люблю фильм, и чем старше становлюсь, тем тяжелее мне его смотреть, это «Белорусский вокзал». Это такой фильм наследство, потому что он у меня дед, он прошел войну, по отцу дед погиб, по матери дед вернулся, как бы он прошел войну, он был фронтовик, очень любил вспоминать войну, при том, что он прошел летеха и к нему приезжали, все, и вот единственный фильм, который он смотрел про войну и который он считал за фильм, это был вот этот фильм. Ну, почему вы не завизировали мое распоряжение о бригаде Сафронова? Почему? Оно незаконно. Есть инструкция министерства 28 мая 49-го года, запрещающая расходование. Так. А последний приказ, вчерашний? Время. Есть инструкция 2-го октября 1954-го года. Вы как будто бы едете в поезде и спите. Да проснитесь, голубчик, проснитесь, Дубинская, ведь вы же свою станцию уже давно проехали. К 49-го. Вам выйти надо было где-нибудь в 56-м. Простите за резкость, но нельзя так работать. Ну, нельзя. Вы у меня вот где сидите с вашим махровым бюрократизмом. Вот что я скажу вам. Вы можете на меня кричать, оскорблять. Конечно, я проживу на пенсию. А на моем месте у вас будет послушный человек. Гибкий. Вы перескочите с ним одну устаревшую инструкцию, другую. А потом разобьете себе лицо в кровь. Потому что вся ваша философия в слове авось. Авось не заметит, авось сойдет, победителей не судит. Вы смелый молодой человек с головой. У вас масса энергии. Так идите себе в главк, в министерство, ругайтесь там, деритесь, кусайтесь. Сделайте, что хотите, но только добейтесь, чтобы отменили эти устаревшие инструкции. А покуда идти? По куда я? Но если выбирать, это, наверное, то, что я могу постоянно пересматривать, это фильмы Данелия. Вот эта история смеха сквозь слезы и слезы сквозь смех, она, наверное, мне все-таки близка. Как бы это «Не горюй», это «Мимино», причем, опять-таки, хорошая книга, чем дольше всматриваешься, тем больше постов видишь. Я очень люблю Горина и, соответственно, его экранизацию, тот самый Мюнхгаузен, Граф Калёстрах. Я, говорит, не понимаю некоторых русских слов. Трогательно, если это слово трогать, то я против, меня трогать не надо. Если постсоветское кино, то, наверное, я буду не сильно оригинален, но со всей постсоветской территории мне нравится, безусловно, нравятся два фильма, которых я могу пересматривать. Это День выборов, потому что А, это про нашу жизнь, Б, это та медийная сфера, в которой я имел отношение, то есть, вот ты, когда смотришь этот фильм, ты прям по каждому эпизоду вспоминаешь людей. И есть такой фильм «Мама, не горюй». Ну, такая комедия, в которой все молодые, в которой все не заевшиеся, они еще играют, и они играют то, что близко, и опять-таки, это история, когда ты смотришь вторая, третья часть вода, а вот «Мама, не горюй» это та история, которая была у наших старших, ты тоже смотришь, вспоминаешь кого-то со двора, вспоминаешь кого-то с улицы, и там есть смысловые истории. Ты человек верующий, я знаю. На самом деле, историй, потому что у нас похожая система координат, у нас похожая система, каждый верит в то, что зовет его сердце, каждый считает свою религию верной, это тоже нормально, у каждого свой путь. А в Меку ты ездил? К сожалению, нет. Вот одна из моих мечт, это попасть в Хадж. Да, если Всевышний даст, если я соберусь с духом и прекращу лениться, то как бы я туда поеду. У меня одна из моих основных направлений, это работать с манипуляциями. И поэтому, когда я разговариваю с ребятами, я им всегда честно говорю, это твое право прийти в религию, не прийти в религию, но это должен быть твой выбор. И в принципе, в жизни, почему хочется, чтобы они мыслили критически, потому что только критическое мышление дает реальный выбор, а не иллюзию выбора. Мы часто с ребятами работаем, есть такой хороший блок у меня, он называется стереотипы мышления. То есть, когда я им объясняю, что стереотип это неплохо, нехорошо, это инструмент, ты должен периодически, вот как компьютер, ты делаешь у себя чистку, периодически посмотреть, что происходит, ты точно так же должен делать сканирование мозга, чтобы ты понимал, что из того, что у тебя в голове твое, а что тебе воткнули. А поскольку мы сейчас живем в мире, который информационен, и тут без всяких теорий заговора за нами охотятся все, лично за мной, охотятся люди, которые хотят мне что-то продать, за мной охотятся телевидение, которое думает о том, как меня затащить к ним, за мной охотятся политтехнологи, просто как за рядовым человеком, у которого есть покупательная способность. И вот ровно так же, как нам периодически необходимо чистить свои почты от спама, компьютера, от вируса, точно так же периодически необходимо устраивать ревизию мозга. Что бы ты пожелал молодому поколению, молодым людям, которые не смогли пока найти себя в этой жизни, найти свой путь? Это такой очень большой вопрос. Конечно, хочется ответить, как обычно. Обычно я говорю, верьте в Бога, болейте за Ливерпуль, приезжайте в Болгарию. Я тоже болею за Ливерпуль. Причем, знаешь, я не люблю футбол, самое веселое в этой истории. Если ты меня спросишь состав Ливерпуля, я его тебе не скажу. Но я болею за Ливерпуль, знаешь, почему? Потому что им без разницы, в каком они составе, им без разницы, кто против них, в каком те составе. У них есть одна история. Вот у них есть тринадцатый игрок, это их болельщики, и у них есть история, что они должны выйти на поле и на поле до конца. Вот как могут. Проиграют, проиграют, выиграют, выиграют. Но на этом поле они должны, если надо, они там остаться должны. Это именно такая команда. И вот эта философия, которая мне близка. Меня старшие этому учили. На самом деле, жизнь, проигрыш, выигрыш, никто, кроме Всевышнего, не знает, чем обернется для меня выигрыш, чем обернется для меня проигрыш. Но сам для себя, когда я это сделаю, нету ни большего врага, ни большего помощника у меня, чем я сам. Сам-то я буду знать, что я где-то сдался, или где-то я схалявил, или где-то я сподлянил. Поэтому для меня лично важно, я в принципе тех, кому, если кто-то слушает моего совета, я их обычно учу, что главное, чтобы ты сам вышел и отпахал на 120%. Возвращаясь к ребятам, не бывает простых времен. Но каждое время непростое по-своему. Если, допустим, во времена моего отца вообще было мало возможностей, но больше человечности. В мои времена было больше возможностей и чуть меньше человечности. Сейчас у них огромное поле возможностей, и они от этого сытые, ленивые, как коты, и очень мало человечности. Потому что сейчас меня закидают помидорами, но вот я со студентами разговариваю, когда они мне говорят о тяжелых временах. Я говорю, вот тяжелое время, вот у меня отец рос без отца, и он был спецпереселенец. И он знает, что такое голодать до того, до состояния, что ты опух. И он знает, что такое, допустим, в Краснодаре, когда он получал образование, один из первых в селе, он знает, что такое три дня вообще не есть. Я этого не знаю. Я знаю, что такое не кушать два дня, или два дня сидеть на луке и чай с сахаром. По нынешним меркам это титанический подвиг. Если бы я это рассказал отцу, он бы на меня посмотрел и решил, что ты дурак, что ли, у тебя кушать было, что ты выпендриваешься. Я это к чему говорю? Сейчас, слава богу, мои студенты не голодают. Слава богу, я это искренне говорю. Все мои студенты, я на них смотрю, они ходят в одежде, они ходят в обуви. Опять-таки, к чему? Допустим, вот у меня родственник моих родственников, по-кавказски скажу, он в школу, поскольку и в семье было несколько братьев, это реально история людей, которых я знаю. Он зимой в Киргизии бежал обутый, ну, в портянке, так просто скажем. И он пока бежал 3 километра до школы, он замерзал так, что он забегал в класс, а там была буржуйка, и он ноги запихивал в буржуйки, он их не чувствовал, а они обгорали. И его братья оттаскивали, и вот они боролись, он в результате, ну, не в результате, но впоследствии он стал министром социальной поддержки чего-то, чего-то республики. Понимаешь? Вот он может прийти мне и сказать, что ему было тяжело. Я со своей вот этой ряхой, я не имею права морального говорить, что мне тяжело. Я могу сказать, что мне лень, я могу сказать, что мне не кайф. Я могу сказать, когда мне говорят, вот там нам не помогут, я говорю, почему тебе кто-то должен помочь, дружище, ты должен защитывать на себя. Если тебе помогли, это хорошо, значит, боженька тебе кого-то послал. Но вот им сейчас очень тяжело, потому что огромная вариативность выбора, она усыпляет, она делает тебя ленивым. Когда ты понимаешь, что у тебя там один-два шанса, то ты в них укрзаешься, ты за них бьешься, как Ливерпуль за победу. Когда ты понимаешь, что ты вот, ну сегодня я это пропустил, завтра у меня будет другой грант, завтра у меня будет какая-то другая стажировка, это очень сильно расслабляет. И в этом тяжесть. И вот если мы тогда начинали, у нас не было никаких грантов, это не значит, что мы какие-то особенные, но мы были просто в той ситуации, когда мы приходили, вот нам кайф что-то было сделать, мы это делали. Все, у нас было два состояния, мы это делали, мы это не делали. Сейчас, когда они приходят из школы, понимаешь, в УЗ, и вот в школе вот это такой рафинированный, гипермерок парниковый, который их их растили, а потом их оттуда берут, и так бах, и у них все, у них вот этот кислород по всем венам, у них еще этот 11 класс, которых их мучили, вот это ЕГЭ, понимаешь, он 11 класс, он ненавидит всех, он не хочет ничего. Их передают нам с тобой, и у них кислород во все вены, папы, мамы нету, ЕГЭ нету, и на него еще вот эта вот Москва, так бах, на него упало. Все, и давай лови его вот по территории, он бегает, как вот в мультиках, знаешь, вот так вот по кругу. Поэтому соблазнов много, тяжело себя устаканить, но возвращаюсь, что им пожелать? Вы всегда должны помнить, что ваша жизнь не состоит из сейчас. Ваша жизнь – это поколение людей, которые были до вас, которые у вас стоят за спиной, это ваши родители, это ваши младшие, которые будут впереди. Надо помнить, что ваша жизнь прекрасна, надо помнить, что не бывает нерешаемых проблем, надо помнить, что никогда не стыдно, особенно обращаюсь к девочкам, да и к мальчикам, никогда не стыдно подойти и попросить совета у старшего. Спросить – это абсолютно нормальная история, и этого нельзя стыдиться. Это абсолютно так же естественно, как то, что старший должен помочь младшему. И это в любой традиции, это в славянской традиции, в русской традиции, это любая традиция, там, где я… у меня прекрасные друзья русские, я вижу, как они держат свои семьи, я вижу, что для них это точно так же естественно. Поэтому вы всегда должны понимать, что вы в этом мире не одни. Всегда можно подойти и спросить лично ко мне, к старшим рядом находящимся. И те проблемы, которые нам иногда кажутся неразрешимыми, на самом деле, все решаемое, так или иначе, все решаемое, никаких страшных историй не бывает. Это жизнь, это кайф, это она вокруг, кушайте ее, ловите ее на вкус. Ну, мы должны заканчивать нашу передачу, возможно, можем говорить до утра. В общем, дорогие друзья, наша сегодняшняя программа подошла к концу, поезд наш подходит к станции. Мы благодарим нашего гостя, Арсена Кагермазова, начальника управления воспитательной работы и молодежной политики Московского педагогического государственного университета за то, что он сегодня к нам пришел. Хорошо, что вы пришли, так называется наша программа. До скорых встреч в купе нашего поезда, берегите себя и своих близких. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Продолжение следует...